Все умеют правильно дышать в бассейне, и сегодня первый обучающий урок, записанную дюмой к нему. Классно, да, обиду? Красавчик, баловнёжный глаза. Вообще, здоровский первый урок. Если его не видели, обязательно переходите, посмотрите. Сегодня же второй урок, где мы разберём положение тела в воде, как лежать на воде и как её не бояться. Погнали! Ну что ж, ребята, чтобы выполнить все сегодняшние упражнения, нам понадобится задержка дыхания. Для этого набираем воздух в лёгкие и не выпускаем его до конца выполнения упражнений. Для первого упражнения нам потребуется вот такая колбаса, она есть почти в каждом бассейне. Если её нет, можно воспользоваться бортиком, но обязательно, чтобы он был по один уровень с водой. Итак, первое упражнение – это звёздочка с моблом в руках. Внимательно следим за положением головы в воде. Шейный отдел должен быть расслаблен, тогда ноги и руки всплывут наверх. Мы на 80% состоим из воды, а следовательно, плотность у нас примерно одинаковая. У нас чуть-чуть меньше, чем у воды. И поэтому мы чуть-чуть тонем. Но если мы наберём воздуха достаточное количество в лёгкие, то вода будет держать вас на протяжении всего процента. Когда я умру, надо приходить к моему гиле и говорить, что вы меня очень любите, вам меня не хватает и вы не можете без меня жить. А знаете почему? Потому что мне эти слова нужны были при жизни. Третье упражнение – поплавок. Обнимаем собственные колени, ложимся на воду и спина должна всплыть из воды. Четвёртое упражнение. Всеми любимая стрелочка. Кладём руку на руку, верхняя рука нижнюю обнимает большим пальцем и плывём ногами. Кстати, следующее видео будет о том, как правильно плавать ногами. Пятое упражнение. Звёздочка на спине. Для того, чтобы его сделать, забракидываем голову назад и расслабляем полностью все мышцы тела. Если вы боитесь лечь на спину, то попробуйте сделать его сначала с нудлом. Ну и спасибо за просмотр, ребята. Продолжение следует...